Улыбаются и все пассажиры станции метро Горьковская. Необычные выступления проходят в нашей подземке в честь Дня Народного Единства. Песенка о капитане и два веселых гуся звучат прямо у одного из выходов в метро в исполнении Нижегородского молодежного хора. Мы считали возможным и нужным как раз придать вот в этот день ноточку радости, какого-то веселья, ну и создать хорошее настроение. По словам художественного руководителя хора, кроме общероссийского праздника 4 ноября, сегодня у хора своя особая дата. Ровно год со дня основания проекта. Неважно, где звучит музыка, главное, чтобы она звучала. И если сегодня праздник, то праздник должен быть везде, и в метро, и на улицах, и на площадях. И почему бы не спеть в метро, тем более, что это сейчас очень модно, очень интересно. И в нашем замечательном метро, мне кажется, должны звучать голоса. Это выступление – своеобразный флешмоб в знак поздравления жителей города. Хор также поет сегодня и на главных улицах Нижнего. Просто концерт, он совсем, он как-то обезует людей приходить, покупать билеты. В общем, это как-то слишком все официально, слишком все, не знаю. Мне кажется, что просто флешмоб – это более свободная форма. Такое необычное выступление хора зрители воспринимают радостно. Единение музыкой прослеживается не только между артистами и зрителями, оно даже сближает города. Я уже приехала из Самары, вот, и у меня подружка поет в этом хоре, поэтому она позвала меня посмотреть, чтобы я оценила, чем они занимаются. Вы так оцените? Ой, очень здорово. Она, в общем, мне скидывала аудиозаписи, у них много разных переложений, то есть там и хор турецкий, и такие какие-то народные песни. Вот, ну, очень необычное видение. Тимур Хакимов, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.